Рисуем писанный четырехугольник. Взовем его углы А, В, С и Д. Решим, да? Да. Затем возьмем середину сторон. И проведем под углом 90 градусов от сторон. Затем перпендикуляем. Да. Взовем их синими линиями. Затем соединим точки красной линии. Нарисуем параллелограмм Вареньона. Затем центр параллелограмма Вареньона обозначим буквой П. Как раз таки линия, которая проходит от центра прямой А, В. Не бывает ли центр прямой. Бывает середина отрезка. Да. Середина отрезка А, В до середины отрезка Ц, Ц. Затем берем прямой Н. Здесь мы нарисуем те же самые середины отрезка. Отрезка В. Ну да, отрезка В. Опустим перпендикуляр. От середины противоположных сторон. К середину отрезка В. Нет, не середину. Опускаем перпендикуляр из середины отрезка Ц, Д из точки К. На прямую А, В. И так делаем везде. Дальше. Затем мы рисуем параллелограмм Вареньона. Так, прямую проходящую от хелядины отрезка А, В. И перпендикулярно прямой Ц, Д обозначим буквой Э. Э. Да. А как раз таки опять-таки обозначим центр. Мы уже обозначали предыдущие картинки, да, будут то же самое. Да, П. Затем мы сделаем выносной чертеж, где будут линия Р и линия Э. Так, те, кто поднимал руки, что ничего не понимают. Вы сейчас понимаете или уже ничего не понимаете? Зачем вам вообще рисовать параллелограмм? Для чего вы нарисовали этот параллелограмм? Для того, чтобы получить его центр. Значит, Коль, давайте подменяемся. У нас есть четырехкольник А, Б, С, Д. Он вписанный. Понятно, как пройдены синие прямые все. Мы соединяем середину отрезка с центром описанной окружности. Понятно, что это будет ферматикулярно. Все ли помнят, что такое параллелограмм Парингьона. Есть параллелограмм четырехугольник. Так? Что мы дальше делаем? Мы отмечаем середину его сторон. Так? Так? Замечательно. Дальше проводим диагональ. Так. Возникают два треугольника. Теперь вспоминаем школьную программу. Что такое средняя линия треугольника? Это адрес, проходящий из центров противоположного треугольника. Центров не бывает, бывает середина. Ну, вот это получается средняя линия треугольника. Так? Средняя линия треугольника в два раза меньше, чем сторона, и ей параллельно. Так? Ну и поэтому вот эта прямая? Ну, вот этот отрезок равен половине такого отрезка и параллельно. Ну, аналогично здесь. Так? Так. Ну, вот эти два отрезка параллельно и равны. Понятно, что если провести вторую диагональ, то и вторая пара тоже будут параллельно и равны. Так? Да. Ну, как называется эта фигура? Калоран. Калоран. Ну, понятно, что здесь так же. Ну, да. Ну, просто чуть-чуть другие треугольники. Вот такой. Так, с этим сделаем. Теперь. Понятно, что синие прямые проходят через одну точку. Да. Центр описанной окружности. Да. Вот здесь мудикулярно. Почему? Если я соединяю середину хорды с центром описанной окружности, то... Хорда – это то, что Собянин называет центральный диаметр. То есть в диаметрии это называется хорда. Отрезок, соединяющий две точки на окружности. Да. То возникает прямая пермотикулярная ей. Так? Ну, свойства он обедренного треугольника. В обедренном треугольнике там высота медиана бисектриса, выпущенная из вершины, это один и тот же отрезок. Да. Ну, А, О, Д. Да. Такой набеданный треугольник. У него два равных отрезка, это радиус. Вот получили, что синие прямые – это пермотикулярные в серединах и пересекаются в одной точке. Это все. Идем к зеленым прямым. Мы из середины сторон опустили пермотикулярные на противоположные стороны. Так? Понятно, что зеленая прямая пермотикулярна ДЦ, потому что… Потому что так нарисовали. Так, провели. И значит, она параллельного К. Так? Ну, лучше бы на основном объяснять, Коль. Ну, вот эта прямая М, как ее назвали, она параллельна прямой М. Так? Да. Да, да, да. Все ли сейчас понимают? А из-за чего? Потому что они обе пермотикулярны одной прямой. А, все, все. С, Д. Еще вопросы? У вас нет оптимизма, у вас одно умное. Давайте. Есть еще вопросы? Нет. Хорошо. Теперь выносной чертеж. Докала точка П. Пересечения диагональной пролилограммы. Замечательно. Что мы знаем про пересечения диагональной пролилограммы? Надеюсь, я понравился. Замечательно. Выносной чертеж. Мы почти уже уцелены. Что здесь нарисовано? Здесь нарисована одна синяя, одна зеленая прямая. И один красный отрезок. М, К. Вот. М, В равно П, К. Это правда? Правда. Ха, значит. М, В равно П, К. Потому что перегональны паролилограммы. Замечательно. И вот эти две прямые параллельны. Да. Если я сделаю поворот с центром В на 180 градусов, что произойдет? Точка К. Синяя перейдет в зеленую. А О перейдет в А? Нет, нет. С О потом. Точка К перейдет в точку М. И точка К перейдет в точку М. Правильно. Понятно ли, что если я посмотрю на другие стороны, то там произойдет то же самое? Да. То есть синие прямые перешли в зеленые? Да. Ну а точка пересечения в точку пересечения. Ну вот. Поэтому О перешло в какую-то точку Ку. Ну и поэтому зеленые прямые пересекаются. Так? И точка Ку не просто так, а она симметрична точке О относительно П. Еще раз покажи, Коль. Еще раз покажи. Вот эти две точки симметричны относительно точки П. Академии. Открывайся. Продолжение следует...